Приветствую вас! Давайте разберёмся с тем, что вы написали. По факту, по факту, вы утверждаете, что лень, вот именно лень, это нечто самостоятельное. То есть, лень это вот некое такое чувство, от которого, ну, наверное, вы хотели бы избавиться. Ну вот, как это видится мне. То есть, на лень вы не имеете никакого права. Вот. Так это, по крайней мере, вытекает из того, что вы пишете. То есть, вопрос такой, да, интересует вас. У меня это из-за лени, да? Попрошу помочь мне разобраться. То есть, я хочу уйти с работы. Может ли быть связано с обычной ленью? Понимаете, какая история? Обычная лень не бывает. То есть, грубо говоря, если вы испытываете, если вы чувствуете лень в себе, значит, вам уже не хочется что-то делать. Значит, значит, вам уже что-то не нравится. Значит, вам уже дискомфортно, например. Значит, вам уже, в принципе, ну вот, именно от того, чем, например, приходится заниматься, что, например, вы должны делать, да, и так далее. То есть, лень, по факту лень, это индикатор, это индикатор того, что вам те или иные вещи делать, ну, не по душе. Что вам неприятно. Некомфортно, например. И так далее. Вот. И когда это происходит, то да, возникает лень. Можно назвать лень обычной? Нет, нельзя. То есть, лень никогда не возникнет к тому, чем вы хотите заниматься. Лень никогда не возникнет по поводу того, что вам нравится, по поводу того, что вас интересует, по поводу того, что вызывает у вас живой интерес и так далее. То есть, лень, в вашем случае, это индикатор, индикатор того, что вы делаете что-то против своей воли, либо не видите в этом смысла, либо не понимаете, для чего вам это нужно, либо то-то еще. Далее. Далее. Значит, вы пишите, у меня проблема, связанная с работой. Уйти с работы или остаться. Знаете, какая история? Ну вот, в вашем случае, если вы сами готовы работать, умеете работать, можете работать, хотите работать сами, то ну не уходите, конечно. Потому что на себя работать всегда более, так сказать, продуктивно, более качественно, да, более эффективно, вот, полезно и так далее. Но только если вы сами, если вы сами действительно хотите, если вы можете работать. То есть, понимаете, какая история. А вы работали на себя когда-то. И работая на себя, вы, как бы это сказать, ну не смогли. То есть, вы не смогли продолжать на себя работать. И у этого, я полагаю, у того, что вы не смогли работать на себя, есть свои причины. Вот. Вот. Свои основания есть. Вот. 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 По какой причине вы перестали работать на себя? Если вам, грубо говоря, комфортно, если вам нравится, да, если вас устраивает всё. Вот об этом нужно, нужно подумать, подумать. И если вы сможете для себя обнаружить вот эту вот причину, да, причину, по которой вы поменяли, сменили свое место, работа, сменили свою деятельность, если вы сможете, то вам всё станет понятно. То есть, либо вы не справляетесь со своей работой, ну просто вот, просто не справляет, да, да. То есть, просто не получается вот работать на себя. То есть, ну, где-то вы ошибки допускаете, да, что-то ещё может быть. Либо для вас это тяжело, там, я не знаю, напряжение, например, или может быть что-то ещё. Вот. Либо есть иные факторы, которые обуславливают то, что вы, вот, сменили место работы. Но лень – это следствие. Это следствие того, что вам не нравится род вашей деятельности. Именно здесь и именно сейчас. Дальше. Идём. Я работаю в бизнес-ассоциации, мне 25 лет. А это вообще ваше, ну вот, направление бизнеса? До этого у меня было вот работа в торговле, собственный бизнес. Мне было в кайф работать. Думаю, до этого я работал на себя и всем руководил. Хорошо. Собственный, собственный бизнес. Вы молодый, значит, достаточно уже у вас был собственный бизнес. Значит, у вас есть недюжинные способности к нему, ну, к бизнесу, я так полагаю. Соответственно, если у вас есть недюжинные способности к бизнесу, то, может быть, именно поэтому вы, видя и чувствуя свой потенциал, чувствуя, что вы, например, способны на большее, возможно, именно по этой причине вы и испытываете сейчас ту самую лень, потому что вы понимаете, что можете больше, понимаете, что вы способны на большее, но у вас нет этой, может быть, возможности, у вас нет, может быть, сейчас средств для того, чтобы, значит, реализовать вот этот вот свой потенциал, который у вас имеется. Так, по крайней мере, это представляется мне, вот, так, по крайней мере, видит мне, исходя из того, да, исходя из того, что вы, собственно, говоря, написали, вот, ну и, соответственно, причины, по которым вы сменили, вот, значит, свое место работы, является самыми главными, именно в них, на мой взгляд, и кроется, собственно, то, что вы называете ленью. Ленью, именно в этом, вот, ну, когда мне видит, конечно, и феномен леньи, феномен леньи, раскроется перед вами, только после анализа, вот, данных, значит, моментов. Но учтите, пожалуйста, что ленью просто так не бывает, что у лени всегда есть свои причины, и если вдруг вы испытываете лень, значит, нужно, как следует, подумать, а тем ли вы вообще занимаетесь, и на то вы, значит, собственно, направляете свои ресурсы, вот. А, значит, опять же, вы пишите, то, чем я хотел бы заниматься после того, как уйдет с работы, частный бизнес. То есть вы уже, по факту знаете, что с работы вы уйдете. Ну, так вот, получается, что вы в курсе, что вы уйдете с работы. Так, а что же тогда привело вас на работу-то? А если вы, вот, знаете, что с работы уйдете, что вас, эээ, привело тогда на работу? Собственно говоря, наверное, какие-то факторы вас привели. И вот, на мой взгляд, эти факторы в первую очередь требуются, значит, требуются раскрыть. Если вы можете уйти с работы, да, если вы можете уйти с работы, то, опять же, эээ, если вы можете уйти, но при этом у вас, эээ, как бы, эээ, при этом у вас есть явная потребность работать на себя, да, то есть вы не удовлетворены. Эээ, тем, что, вот, ну, тем, как работаете сейчас, то возникает вопрос, почему не уходите? Эээ, когда есть для этого, по идее, все условия вообще, абсолютно, все условия есть для того, чтобы вам уйти, но вы не уходите. Что это? Страх? Неуверенность? В себе? Эээ, может быть, ээ, может быть, сам сомнение, ээ, может быть, сомнения какие-то, эээ, в себе? Может быть, что-то еще? Вы подумайте. Сами. Эээ, что плохого в лене? Вы, например, видите, для, опять же, для себя. То есть, эээ, лень – это, как и любое другое чувство, сигнал. Это просто сигнал. О том, что что-то происходит. В вашей жизни, да, что-то происходит. Лень – это просто индикатор, показатель, что вы, например, следуете какому-то определенному сценарию, допустим. Допустим, что надо. Или, что вы находитесь, эээ, например, под определенным принуждением. Опять же, опять же, допустим, вы находитесь под определенным принуждением. Что вы, эээ, допустим, в определенной степени не свободны. Да, ну, вот, по какой-то причине вы не свободны. Вот и, эээ, вот и, собственно, в этом все дело. Знаете? И как только вы увидите всю полноту картины своей ситуации, вы увидите, что, в общем-то, лень – это то, что говорит вам либо ваше подсознание, либо даже сознание. Тебе не нравится это, ты не видишь результат, ты способен на большее. Вот. Но при этом, эээ, если причины, которые вынудили вас, эээ, поменять, эээ, место работы с любимого на нелюбимого, были, были объективными, были, эээ, ну, достаточно значимыми, стоящими, что, эээ, само собой, эээ, на них стоит обратить внимание. То есть, как они появились, эээ, что, что вы сделали, конкретно вы, что сделали для того, чтобы они, эээ, появились, появились. Делали ли вы что-то, эээ, вот, эээ, понимаете ли вы, понимали и понимаете ли вы, эээ, то, что, эээ, ну, вот, то, что делаете. Вот такая история. Такая история и такой важный момент, момент, эээ, заключается. Ну, вот. Именно в этом. Понимаете? Здесь я соглашусь, эээ, со своим коллегой, эээ, Борисом Никифором, который, эээ, сказал, что, эээ, всё очевидно, вы, эээ, привыкли работать над себя. Это так. Это так. Ну, может быть, не работать над себя, в прямом смысле слова. Я думаю, что, может быть, ээээ, здесь, ээээ, скорее, речь идёт о таких вещах, как, эээ, например, ээээ, ну, свободы, о свободе определённого рода, да? О, ээээ, самостоятельности, о раскрытии ээээ, своего творческого потенциала, возможностей, вот, возможно, ещё какие-то ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, например, что начальство, там, грубо говоря, ну, не позволяет, да, не хочет, чтобы, ну, чтобы вы, там, например, раскрывались полностью, или что оно не заинтересовано вообще в этом, и так далее. То есть, всякое может быть здесь, это уже, на самом деле, из области, из области гадана, вот, по факту. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, нужно исходить именно из этого, на мой взгляд, чтобы вы все-таки понимали и знали, чего вы хотите, в первую очередь. А так, если вы имеете что-то, например, против лени, да, то, например, у меня есть подозрение такое, вот. Вот, у меня есть подозрение такое, а вдруг, вдруг вы вообще себе лениться не позволяете, вот, совсем. Вдруг вы вообще лени, лени, боитесь. Это тоже нехорошо, тоже нехорошо. Нужно надо лениться, нужно, не надо отдыхать, отдыхать, понимаете, какая история. Вот. Поэтому, я думаю, что ситуацию можно раскрыть именно так. И уже, а, из этого и исходить. Вот. С другой стороны, с другой стороны, не совсем понятна цель вашего вопроса. Ну, допустим, связано, вот, ваше желание связано с тем, что вы, ну, там, хотите, например, уйти. Вот, связано. Связано ваше желание уйти с обычной ленью, допустим. Связано. И что? Что дальше? Как бы, что вам дает это знание, грубо говоря? Вот что меня интересует. Что вы будете делать с этим знанием? Как вы его будете использовать, это знание? Потому что будете себя винить, будете себя корить, не будете обращать внимания на то, что вам не нравится, или что-то еще. Или вы серьезно думаете, что наличие, наличие лени, так называемой обычной ленью, что-то изменит в самом факте того, чем вы занимаетесь? Ну, мне, например, представляется так, что нет. Ну, мне, например, представляется так, что он не изменит на самом деле ничего. Потому что вам как не нравилось, да, работать на, ну, вот, кого-то, вам так и, в общем, и не будет нравиться работать на кого-то. Ну, вот, и у меня вопрос к вам, как я уже говорил, что вы будете делать с этим? Понявляйте себя дальше, или что? Вот. Постарайтесь, эм, ответить себе на этот вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.